Здравствуйте! Это программа «Правила безопасности». Меня зовут Александр Грин. Сегодня мы поговорим о государственных услугах и их преимуществах, предоставляемых гражданам подразделением управления по вопросам миграции края, порталам госуслуги, заместителям начальника управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Алтайскому краю Ларисой Константиновной Рюнкиной. Здравствуйте, Лариса Константиновна! Какие государственные услуги, предоставляемые управлением по вопросам миграции Главного управления, наиболее востребованные сейчас у населения? Государственные услуги оказывают как отдел управления края, так и весь край, Алтайский край. У нас 74 подразделения. Наиболее, конечно, востребованные государственные услуги – это замена паспорта Российской Федерации, регистрация по месту жительства, по месту пребывания, как иностранных граждан, так и граждан России, оформление заграничных паспортов, но также оформление гражданства. У нас оказывается 15 государственных услуг. В чем преимущество получения услуг в электронном виде? Государственные услуги в электронном виде – это более, так скажем, востребованная на сегодня государственная услуга. Преимущество в нем в том, что гражданин может, не выходя из дома, из офиса, а также с мобильного телефона, подать заявку на государственную услугу, на ту, которая ему необходима. Это, опять же, также повторюсь, что также можно заграничный паспорт, на паспорт Российской Федерации, внутренний паспорт. Это по 25-45-летию. Стать на учет, также на миграционный. Поэтому это очень востребованная госуслуга. Плюс еще 30% идет у нее скидка от государственной пошлины. То есть вы платите не госпошлину, не та, которая у вас будет при личном обращении, а на 30% меньше. Лариса Константиновна, сколько человек ежегодно обращается за получением услуг в подразделении миграции Алтайского края? Это у нас более 600 тысяч человек. Это где-то так в среднем. За 5 месяцев текущие года более 200 тысяч человек уже обратилось. Вот интересно, а существует ли проблема очередей при обращении граждан за услугами по линии миграции? Проблем как таковых на сегодня уже не существует, так как у нас гражданин может обратиться как во многофункциональный центр, так записаться может предварительно через госпортал также или по телефону, ну или подать через госпортал сразу документы на оформление и получение той или иной госуслуги. А время, промежуток достаточно большой, нужно ждать в своей очереди или нет? Промежуток времени более 5 дней. То есть гражданин выбирает в течение 5 дней, в какой день ему удобнее подойти и в какое время. Какие новшества для удобства граждан в связи с получением государственных услуг по линии миграции вводятся в вашем подразделении? Ну я бы не сказала, что оно совсем новшество, но все-таки мы для удобства граждан сделали часы приема, это два раза в неделю, вторник, четверг до 20.00 для граждан. То есть гражданин после каких-то своих дел или работы может обратиться и получить государственную услугу, миграционную службу. А также по субботам у нас. Плюс у нас электронные очереди. Уже функционирует город Рубцовск, город Бийск и на сегодня у нас прорабатывается вопрос в городе Барнауле, вот конкретно на Шевченко-170, где мы осуществляем прием регистрацию иностранных граждан, и также на Первой Западной, где осуществляем прием граждан РФ на получение и оформление заграничного паспорта. Вот для того, чтобы легче проходить вот эти всем новшества, давайте тогда какую-то механику расскажем, что нужно сделать и какие шаги. Необходимо зарегистрироваться на госпортал. Там есть перечень документов, которые нужно подать. Если, допустим, заграничный паспорт, для примера я привожу, то необходимо прикрепить свою фотографию. Фотография, конечно, должна быть делового, так скажем, стиля, делового формата. И после этого уже вы заполняете заявление необходимое. Там же вся информация, что нужно заполнить. И нажимаете галочку, все отправляется к нам. Далее сотрудник рассматривает и отправляет вам в личный кабинет ответ, что далее необходимо сделать. Тогда оплатить госпошлину, когда необходимо прибыть и какие документы необходимо при себе иметь. А если при записи какой-то вопрос возник, а задать, кому я могу? Горячая линия есть на госуслугах. Горячая линия туда звоните на телефончик и задаете все вопросы. Лариса Константиновна, расскажите, пожалуйста, где осуществляется прием граждан Российской Федерации? Граждан Российской Федерации осуществляется прием как в территориальных подразделениях края, на сегодня еще и в МПЦ можно обратиться и посолочить государственные услуги, а также управление края осуществляет государственные услуги. Это находящиеся по адресу 1-я Западная, 47. Хорошо. А вот граждан, которые хотели бы получить гражданство? Иностранные граждане, прибывающие к нам в Алтайский край, также обращаются в территориальные подразделения края и на Шевченко-170. В Шевченко-170 у нас расположена миграционная служба, где осуществляется прием граждан, иностранных граждан, которые у нас прибывают и будут проживать на территории города Барнаула, а также желающие оформить патенты на работу, вид на жительство, разрешение на временное проживание и гражданство. Хорошо. А вот чтобы нанять гражданину Российской Федерации на работу иностранного гражданина, что для этого нужно? Да, ну начнем с того, что, во-первых, иностранный гражданин, прибывший на территорию Российской Федерации, он обязан зарегистрироваться. Зарегистрироваться по месту жительства в течение 7 рабочих дней. Принимающая страна, то есть иностранный гражданин, у кого регистрируется по месту жительства или по месту пребывания, необходимо уведомить миграционную службу об этом. То есть поставить иностранного гражданина на миграционный учет и уведомить. Если, значит, он не выполняет, в соответствии с законодательством, не уведомляет миграционную службу о том, что гражданин у него прибыл и проживает, то такой гражданин у нас подвергается административному наказанию, штраф от 2000 рублей. Далее, значит, гражданину необходимо, если это страны Таджикистана, Узбекистана, им необходимо оформить патент на работу. Без патента иностранный гражданин работать не может. Не как у физического лица, так и у юридического лица. То есть без патента документов и осуществлять трудовую деятельность иностранный гражданин не имеет права. Это в соответствии с законодательством. Граждане Казахстана, граждане Киргизии, граждане Беларусь, они могут, также граждане Армении, могут работать без патента, только заключить трудовой договор. Но в любом случае, если с патентом работает гражданин у работодателя или без патента по трудовому договору, работодатель или физическое лицо, если гражданин работает у физического лица, обязан уведомить миграционную службу в течение трех рабочих дней. Иначе также будут административные наказания подвергнут и штраф. Можете пояснить, что такое патент? Патент – это документ, который разрешает осуществлять трудовую деятельность иностранному гражданину на территории Российской Федерации. В патенте должна быть указана обязательно в виде деятельности. То есть, если указано в патенте, что он каменщик, а он, например, поваром работает, то это, соответственно, нарушение. Будет наказание как иностранному гражданину, так и гражданину, у которого он работает, у работодателя. Рависа Константиновна, скажите, пожалуйста, а вот как прибывают сейчас иностранные граждане в Российскую Федерацию? Ну, у нас на сегодня для граждан, граждане Таджикистана могут прибывать в Российскую Федерацию, граждане Таджикистана, граждане Армении, граждане Азербайджана, граждане Казахстана. Это, я имею в виду, страны СНГ, то, что касается конкретно иностранных граждан, которые прибывают к нам работать. Также страны дальнего зарубежья. Но дело в том, что если ранее у нас можно было как транспортом автомобильным пересечь границу, так и самолетом, авиасообщением, но сегодня у нас только авиасообщение. То есть другого пока у нас пересечения, границы нет в связи с пандемией. Ну вот мы все понимаем, что сейчас как раз пандемия. Вот как оформляется загранпаспорт, например, для наших российских граждан? Что касается наших граждан Российской Федерации, для выезда за пределами Российской Федерации, гражданин обязан оформить заграничный паспорт, и здесь условия его оформления никак не поменялись, они связаны с пандемией. Конечно же, у нас на сегодня поток немного спал желающих оформить заграничный паспорт, в связи с тем, что многие страны закрыты на карантин и не принимают не все страны туристов. Опять же, если мы возвращаемся к электронному виду и оформлению, как это все должно происходить? Опять же, я захожу на портал госуслуги. Да, подаете заявку на портал госуслуг или можете записаться на личный прием, или по телефону, или также через госпортал. После этого, если вы подали документы через госпортал госуслуг, вам направляется сообщение в личный кабинет, и далее расписываются все ваши необходимые действия, что вы должны сделать. То есть, какие документы вам необходимо подготовить, какую госпошлину оплатить, квитанция вам будет направлена в личный кабинет, то есть там будет полное разъяснение. И также координаты сотрудников, с кем можно связаться, если будут дополнительные вопросы возникать. Обижать госуслугу оплачивать куда-то не нужно? Если в электронном виде, через госпортал, то нет. Это также у нас оплачивается через госпортал. А если и лично записаться на прием? То необходимо будет оплатить государственную пошлину в сберегательном банке или в другом какой-либо банке, в каком вам удобнее. Но дело в том, что если вы подаете через госпортал, то это будет госпошлина на 30% меньше, чем вы пребываете и лично подаете документы в миграционную службу. Лариса Константиновна, спасибо вам большое за интересную беседу. Вы смотрели программу «Правила безопасности». С вами был я, Александр Грин. Будьте внимательны и берегите себя.